Общественная приемка дворовых территорий, благоустроенных в этом году, в числе самых обсуждаемых этой осенью городских новостей. Прошло 14 встреч, на которых было жарко. В рубрике «Есть вопрос, есть ответ». Сегодня ответы на обращение староскольцев по данной теме. Сколько дворов в городском округе благоустроено всего? Сколько еще предстоит сделать? Какие вопросы задают люди на приемке объектов? Какие гарантийные сроки предусмотрены для подрядчиков? Все это в нашем следующем репортаже. В этом году график общественной приемки дворовых территорий был опубликован заблаговременно, чтобы все желающие жители могли заранее спланировать свое участие. У каждого, пришедшего на встречу, есть возможность задать вопросы представителям администрации, управляющих компаний, депутатам, подрядчикам. Общественный контроль осуществлялся на всех этапах благоустройства, но у многих жителей есть и свое субъективное видение результата выполненных работ. Поэтому каждое такое мероприятие проходит в атмосфере активного обсуждения. Всего в Старомосколе уже благоустроены 237 дворовых территорий. 101 только ожидает очереди. Подрядчика выбирают путем электронного аукциона. Контролируют работу УКС. В этом году благоустроена по программе «Комфортная городская среда» 11 дворовых территорий. Дополнительно отремонтированы еще три дворовые территории. Одна из которых у нас по программе инициативного бюджетирования и две из местного бюджета. Некоторые дворовые территории благоустраивались в принципе легко за счет того, что была схема, жители активно участвовали и не было, наверное, проблем с инженерными коммуникациями. Основная проблема – это была все-таки наши сети, которые нужно было обходить, где-то искать какие-то альтернативные пути решения. Как правило, жители многоквартирных домов, дворы которых были благоустроены, на этапе общественной приемки задают много острых вопросов. Большинство из них касается качества произведенных строительных работ, дальнейшей эксплуатации спортивного и игрового оборудования на детских площадках. Люди замечают каждую мелочь. Ведь это их двор, и поэтому они хотят на этапе приемки расставить все точки над «и». Еще больше – пожеланий на дальнейшее продолжение благоустройства. Основная масса вопросов у жителей – это дополнительные работы. То есть вот нам бы хотелось бы еще вот там тротуарчик, а вот там бы хотелось бы еще на наружное освещение. Поэтому и все вопросы берем на контроль, все это берем в проработку на следующие года. Все, что касается гарантийных обязательств, подрядчик с нами присутствует на общественной приемке, он все это слышит, все будем устранять. В микро-районе Королева много вопросов по организации игрового пространства для детей. Одни родители хотят горку, другие рады качелям. Есть замечания по ливневкам. У каждого, пришедшего на встречу, свои доводы. Обсуждения бурные. Не все ограничивается только темой сдачи объекта подрядчикам. Все должны участвовать, как застройщик МКУ УКС, как и подрядные организации, так и жители совместно с управляющим компанией, потому что строилось для жителей. Если есть какие-то замечания, мы сразу на общественной приемке их выявляем, записываем, так сказать, на карандаш и потом в процессе решаем. Просьбы начинаются как по проведенному благоустройству, так это уже переходит плавно и на дом, в плане отмостку, ремонт сделать, то, что не вошло в благоустройство, что-то вошло во второй этап. Так и остальные вопросы. Фонарь не горит, дерево нужно спилить. Еще там бытовые вопросы, мы их тоже, безусловно, все записываем, замечания и принимаем в работу. Разные объекты, разные подрядчики, разные просьбы и предложения. Желание людей жить в комфортной городской среде, естественно. В микро-районе Жуково объект долгожданный. Спасибо, Игорь, сейчас случилось. Хорошо, что я думаю, что я думаю, что за 35 лет мы дождались. Хорошего трактового репчика. Все отлично сделано, освещение здесь, вот лично. Арку, освещение. А здесь вполне комфортно. Я смотрю, вообще великолепно. Общественная приемка дворовых территорий продолжается. А строители уже верстают титул на следующий год. О том, какие дворы будут благоустроены в 2024 году, расскажем в ближайших выпусках нашей программы. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова